ЕС и Турция договорились по проблеме беженцев, кредиторы возвращаются в Грецию. И по какой причине Блумберг не будет участвовать в президентской гонке в США? Об этом в сегодняшнем обзоре прессы. Здравствуйте! Евросоюз вчера согласовал с Турцией основные принципы разрешения миграционного кризиса. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева. Председатель Юнкер и председатель Евросовета на саммите ЕС договорились с Ахметом Давутоглу об основных принципах совместного решения кризиса с беженцами, написал Андреева в своем твиттере. Ранее премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель заявил, что Туск до очередного саммита ЕС, который намечен на 17-18 марта, поработает с турецкой стороной детали миграционного плана. По его словам, есть договоренность работать на основе шести принципов. При этом премьер эти принципы не обозначил. В понедельник Ахмет Давутоглу привез на саммит ЕС новые предложения по совместному плану действий, призванному сократить приток беженцев Евросоюз из Турции. Он предполагает возвращение в Турцию всех нелегалов, которые приехали в Евросоюз из страны в обмен на легальное переселение в ЕС, оказавшихся в Турции мигрантов из Сирии. Поделение Анкаре дополнительно 3 миллиардов евро к 2018-му НАУ в устройство мигрантов, введение безвизового режима с июня уже этого года и открытие новых глав переговорного досье о вступлении Турции в ЕС. Миссии международных кредиторов решили вернуться в Грецию. Об этом сообщил греческий министр финансов Эвклиц Соколотас после заседания Еврогруппы, передает нам Прайм. У нас была очень хорошая встреча, учреждения согласились вернуться. МВФ также согласился вернуться, несмотря на некоторые различия, сказал Соколотас. Квартет кредиторов, руководители миссии МВФ, ЕЦБ Еврокомиссии Европейского механизма стабильности должен провести оценку греческой программы реформ, от чего и зависит выделение в стране кредитов. Как заявлял Соколотас, позиции Греции и трех европейских институтов очень близки. Однако МВФ занял очень жесткую позицию и заставляет Грецию принять дополнительные меры. В правительстве Греции не согласны с новым прогнозом МВФ, согласно которому дефицит бюджетных средств в Греции будет в 4-5 раз больше, чем предусмотрено соглашением в августе прошлого года. Это означает, что греческие власти должны принять новые дополнительные меры экономии, чтобы достичь целевых показателей. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг решил, что не будет принимать участие в президентских выборах США. Сообщение об этом он публиковал на сайте Bloomberg View. «Учитывая ситуацию в предвыборной гонке, на настоящий момент, когда главами обеих палат являются республиканцы, существует большая вероятность того, что моя кандидатура приведет к избранию Дональда Трампа или сенатора Теда Круза. Это риск, на который я не могу пойти», отметил он. По словам Блумберга, в данный момент не готов поддержать кого-либо из кандидатов на пост президента. Он подчеркнул, что продолжит деятельность, которая направлена на неприятие избирателями настроений, которые сеют раздор в обществе. Это были все новости на сегодня. Дукаскопи ТВ будет всегда держать вас в курсе всех событий. До завтра! Продолжение следует...